В то время как в Лондоне проводятся летние паралимпийские игры, ивановские спортсмены с ограниченными возможностями здоровья готовятся к 4-й областной параспорта Киаде. Она пройдет с 1 по 4 сентября на базе детского оздоровительного лагеря «Березовая роща». В соревнованиях примут участие около 200 спортсменов из 19 муниципальных образований Ивановской области. В этом году все районы, большинство районов выставляют достаточно полноценные команды, но некоторые у нас таких немного, всего лишь по 2 человека. Это Приволжский, Савинский, Гавпосадский, Лугский районы. Но это еще связано с тем, что они не могут предоставить сильных спортсменов. Традиционным семи видам спорта на этот раз добавится толкание ядра. По итогам соревнований лучшие спортсмены будут принимать участие в чемпионатах России. Пара спорта Киады ЦФО, которая, по уверению организаторов, должна была стать традиционной, в этом году не будет. Но спортсмены не унывают и планируют продолжить подготовку во имя будущих побед. Мы развиваемся, может быть, не так быстро, не так, как хотелось бы, но все-таки развиваемся. Если вспомнить первые три года назад, то это был все-таки такой достаточно средний физкультурный уровень. За эти три года многое изменилось. Сейчас мы уже имеем победителей, призеров российских соревнований, даже международных. Недавний пример – это два месяца назад Николай Шарин выиграл чемпионат России по русскому жиму, установив новый рекорд России. Основной вопрос, который всегда беспокоит паралимпийцев – это финансирование соревнований. Помощь оказывают спонсоры. В этом году весь призовой фонд обеспечивают предприниматели. Организаторы параспорта Киады обещают, что ни один участник соревнований не уйдет без подарка, а победители получат ценные призы. Часть средств выделяет областной департамент спорта и туризма, но и муниципалитетам приходится вносить свою лепту в бюджет параспорта Киады. Он складывается из средств областного бюджета, которые выделяются по программе, в ведомственной цельной программе на проведение спортивных мероприятий. Значит, порядка где-то 400 тысяч рублей мы тратим на это. Он складывается из бюджетов местных муниципалитетов, которые должны обеспечить командирование спортсменов, то есть доставку и до места проведения соревнований по области за свой счет, и должны обеспечить проживание и питание. Во время пресс-конференции стало известно, что региональное отделение Паралимпийского комитета претендует на грант президента России. В случае победы в Ивановской области появится 10 инструкторов, которые начнут тренировать людей с ограниченными возможностями здоровья. В мечтах у Паралимпийского комитета создание центра адаптивного спорта для детей и инвалидов. В таком случае принимать участие в параспорте Киаде смогут и те, кому еще нет 18 лет. Любовь Почельникова, Олег Мелехин, РТВ, Иваново.